Привет! Только-только OnePlus представил новинку и даже две. OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Как обычно, практически все было известно еще до презентации, и хоть в нейминге модели отличаются только приставкой Pro, отличия на самом деле между ними просто куча. Сейчас разберемся, но и так между делом хочу напомнить, что сейчас на канале мы разыграем наушники за 140 баксов. Там все супер просто. Лайк, подписка и комментарий. Ты знаешь, что делать, ссылка внизу, а теперь погнали. Коробки внешне не отличаются вообще, как в прочем комплектация. И там, и там 30-ваттная зарядка Warp Charge, стандартный OnePlus чехол и Pro для зарядки. Для меня, как для любителя больше компактных телефонов, обычная восьмерка все же как-то ближе. По всем параметрам она немного, но меньше. Внешне, если не брать в расчет OnePlus 7T, компания особо ничего не изменила. Узнаваемый дизайн, который мы видели и OnePlus 7 Pro, и OnePlus 7T Pro. Телефоны представлены в нескольких цветах и на разных рынках по-разному. Младший OnePlus 8 в цвете Interstellar Glow, зеленый и черный. Interstellar Glow это что-то вроде как на Samsung Note 10 с ее светом Aro Glow, такое переливчатое зеркало. При этом зеленый и черный идет в матовом исполнении, а зеркало, соответственно, в глянце. В старшей версии доступно три цвета, зеленый, синий и черный. И везде задняя крышка матовая. Расположение элементов практически не изменилось. Справа кнопка включения и фирменный переключатель беззвучного виброрежима. Нравится мне, конечно, эта фишка. Справа качелька громкости и снизу динамик, лоток для сим-карт, к сожалению, без поддержки карт памяти и разъем для зарядки. Вообще OnePlus 8 можно назвать логичным продолжением прошлого поколения и более урезанным всякими плюшками, тогда как 8 Pro получил намного больше всяких фишек. Начнем с экрана. 6,55 дюймов Full HD+, частота обновления 90 Гц у обычного OnePlus 8 и 6,78 дюймов 120 Гц Quad HD у Pro версии. К тому же он чуть ярче. 1300 нит в прошке и 1100 нит у обычной версии. По всем параметрам именно прошка получила лучшие наработки OnePlus, а тогда как просто восьмерка осталась не у дел. Еще у прошки 10-битная цветность, то есть больше миллиарда цветов и частота обработки касаний 240 Гц. В обычной восьмерке ничего этого нет. Одним из эпитетов, в котором час назвали прошку на презентации, стало слово Ultra Premium. OnePlus заявила, что по версии DisplayMate это самый высокооцененный экран за всю историю сервиса. Заявлено, что OnePlus 8 Pro получил высшие баллы в таких категориях, как наибольший обычный пиковый яркий среди OLED смартфонов, самый большой цветовой охват, наивысшая точность передачи цветов, наименьшее искажение цветов под углом и наивысшее разрешение экрана, которое заметно глазу. Ну просто не дисплей, а произведение искусства. Экран выполнен по технологии AMOLED и, судя по всему, он супер яркий и сочный, но вот что с мерцанием нужно еще будет проверить. Любителям полностью безрамочных экранов, как это было сделано в OnePlus 7T Pro, с его выезжающей камерой тут ждет разочарование. Камера теперь не выезжает, реализована стандартным вырезом в дисплее, но что хорошо сбоку, а не по центру, как у Samsung с его 20-й линейкой Galaxy, да и само отверстие тоже маленькое, всего 3,8 мм. В версии Pro отказ от выезжающей камеры объясняется еще и тем, что, о боги, OnePlus услышал людей и, наконец-то, теперь появилась влагозащита IP68, правда, только в старшей версии. Младшая по-прежнему никакого сертификата не получила, как, впрочем, в беспроводной зарядке. OnePlus 8 с ним обломился, а вот Pro-версия поддерживает 30-ваттную беспроводную зарядку, а заодно еще и реверсивную. В обеих моделях экран загнут по краям, но в Pro-версии он загнут заметно больше, и вот это уже не радует. В 2020 году с загнутыми экранами уже никого не удивить, но при этом они менее удобные прямых экранов, так что тут обычная версия даже выигрыш не смотрится. Кстати, в обеих версиях есть стереодинамики, обновленный вибромоторчик и подэкранный сканер отпечатков пальцев, который, видимо, реально работает очень быстро, хотя и в прошлых поколениях он был неплох. Частота обновления в 90 и 120 Гц это, конечно, хорошо, но, как и в прошлых поколениях, эти режимы адаптивные. Это значит, что частоту обновления экрана мы получим в 90 и 120 Гц в интерфейсе и еще каких-нибудь системных приложениях, но от игры идут максимум 60 фпс. Скорее всего, как и на прошлых ванплассах, придет на помощь J-OnePlus Tools, но так ли это нужно будет еще проверять. Как пользователь Galaxy S20, у которого экран тоже 120 Гц, но игры идут только на 60 кадрах, очень на это надеюсь. Оба телефона идут в конфигурации 8-128 и 12-256 Гб. Встроена память при этом UFS 3.0, тут без вопросов, а вот с оперативной есть отличия. Младшей версии досталась память LPDDR4X и только в прошке LPDDR5. Потихоньку уже начинают напрягать такие отличия, особенно если тебе больше по душе компактные смартфоны, хотя 6,5 дюймов такая себе компактность, но это еще не все. Камеры тоже отличаются. OnePlus 8 Pro получил 4 датчика. Главный на 48 Мп Sony IMX 689. Еще один 48 Мп ширик AMX 586, телевик с трехкратным оптическим зумом и еще модуль, который производитель называет цветовым фильтром. А вот у OnePlus 8 камера тройная, но при этом полезных датчиков только два. Тоже 48 Мп модуль AMX 586 в качестве основного и 16 Мп ширик. Третий модуль, можно сказать, бесполезный. Макрокамера на 2 Мп. Но за счет более крутых модулей на прошке они выпирают тоже больше, из-за чего на столе прошка менее устойчива и больше качается. Соответственно, с таким набором во всех условиях прошка снимает лучше. У нее более широкий динамический диапазон, за счет большего сенсора в условиях недостаточной освещенности получаются более адекватные снимки, да и трехкратный оптический зум тоже делает свое дело. OnePlus 8 по этой части получился более грустный и с худшей детализацией. Но даже прошка по фото и видеочасти с тем же Galaxy S20 Ultra все же не может тягаться. Тут во всех условиях Samsung показывает и динамический диапазон шире, и детализацию лучше, но он и дороже. При этом в OnePlus 8 оптическая стабилизация есть только на главном датчике, а у OnePlus 8 Pro еще и на телевике. Если сравнивать с Galaxy S20 Plus и iPhone 11 Pro, например, в темное время суток явно видно, что OnePlus 8 и Pro версия намного хуже обработали участки со светом и фактически засветили их, тогда как Samsung и iPhone намного более четко их выделили. Или, например, зум. На всех телефонах с ним их сделано 10-кратное увеличение, и явным аутсайдером здесь выступает OnePlus 8, но оно и понятно. У него-то и оптического зума нет вообще. На первом месте здесь все же Samsung, iPhone и OnePlus 8 Pro по детализации еще могут как-то посоревноваться, но на OnePlus все какое-то более мыльное. Отдельный объектив на OnePlus 8 Pro, который типа цветовой фильтр, больше как-то похож на баловство, наверное, пару раз поиграешься и скорее всего забудешь. Так что лучшим камерафоном этого года OnePlus 8 Pro, к сожалению, не станет, а про обычную версию вообще молчу. Не получить хоть какой-нибудь оптический зум, это вообще прям грустно. Фронталки и там, и там одинаковые. 16 мегапикселей Sony AMX 471. Соответственно, разницы между ними в плане съемки нет вообще. По части производительности без сюрпризов. В обеих версиях трудится Snapdragon 865, про который особо нечего сказать. Самый топовый процессор, который есть на сегодняшний день. И единственный вопрос, который будет влиять на ту самую производительность, что в OnePlus продумали с охлаждением, потому что на презентации на этом внимание как-то особо не заострили. Аккумуляторы немного отличаются. 4300 мАч в младшей версии и 4510 в Pro версии, что с учетом большей диагонали экрана и Quad HD разрешением, наводит на мысли, что возможно прошка даже хуже будет держать заряд. Все-таки разница 200 мАч это такая себе компенсация, экран больше сожрет. Ну и самое главное, цена. Когда-то OnePlus был убийцей флагманов, но теперь по стоимости он сам убийца. 700-800 баксов за младшую версию и 900-1000 баксов за версию Pro. Между ними получается разница в 200 баксов и отличий просто куча. Экран, герцовка, влагозащита, беспроводная зарядка, камера, наличие зума, все лучше у Pro версии. На мой взгляд, такие отличия делают обычную восьмерку просто максимально непривлекательной. Платить столько бабок и получать настолько урезанный телефон, ну спасибо. 1000 баксов за OnePlus. В этой ценовой категории OnePlus придется не сладко. В общем, с учетом всех этих отличий, для себя я определенно сделал вывод, что тратить деньги на обычную восьмерку я не буду. Если брать, то однозначно прошку. Пишите в комментарии ваши мысли, что думаете про новую модель от OnePlus, ну и какая по-вашему выигрышней. Ну а на сегодня все, подпишись, если было полезно, и до встречи в следующих видео. Пока!